Этот дом Михаил Гаврин купил много лет назад. Верой и правдой жилище служило ему надежной опорой, а хозяин терпеливо и бережно заботился о его сохранности. В течение многих лет мужчина старался как можно лучше обустроить дом. Своими силами возвел баню и гараж. 20 сентября в считанные минуты он лишился всего. Огонь полностью уничтожил дом и все надворные постройки. Это видео снял один из очевидцев. На кадрах хорошо видно, как пламя бушует сзади дома, охватывая все большую и большую площадь. По счастливой случайности в это время мимо проезжал Виталий Баранов. Именно он первым забил тревогу и бросился на помощь. Остановился, посмотрел, горит баня. Начал стучать по окнам. В ответ никто не давал никаких знаков. Далее попытался войти в дверь, но дверь была закрыта. Потом взял шифер, посоветовавшись с очевидцами, Юрием Кондрашовым и Николаем Трепаловым. Разбил я окно. Мы проникли в дом, где увидели, уже встал хозяин с дивана. Ну и общими силами начали его оттуда вытаскивать. Он сначала брыкался, но он просто не понимал, что происходит. Я говорю, у тебя горит баня и вот горит коридор. Я в дверь туда, а уже все горит. И в окно вот мы вытащили, тем более, если честно сказать, я до сих пор даже себя не помню. Михаил Гаврин в последнее время проживал один. Является инвалидом третьей группы и выбраться из горящего плена самостоятельно он бы не смог. Вызволив мужчину на улицу, очевидцы принялись спасать его имущество. Благодаря их слаженным действиям из огня удалось вынести телевизор, диван, документы и некоторые вещи. Пробежался я еще в соседнюю комнату, потом уже сам стал задыхаться от дыма. Мне все уже, очевидцы, стали кричать, выпрыгивай, уже горит крыша. Ну и выпрыгнул с окна. Быстро, да, огонь распространился? Да, огонь распространился быстро, в течение 3-5 минут, потому что был очень сильный ветер. И прям быстро с бани перешел на дом. Быстро реагировать в экстремальных ситуациях, а тем более рискнуть собственной жизнью для спасения других – такие качества присущи далеко не всем. Виталий Баранов признается, обратил внимание на дым во многом благодаря воспитанию и закалке. В его семье дед, отец и родной брат являются пожарными спасателями. Сейчас помощь пострадавшему оказать готовы десятки людей. В их числе и второй доброволец, который помогал спасать мужчину – Юрий Кондрашов. Пока потерпевший временно разместился у родственников. На пепелище он вместе с другом приходит для разбора завалов. Точную причину возгорания в ближайшее время установит пожарная экспертиза. Анастасия Целигина, Денис Ноздрюхин, Торбеевский район, Народные новости. Анастасия Целигина, Денис Ноздрюхин, Торбеевский район, Народные новости.